Самое заметное происшествие этой недели в сводке ростовского городового. Меня зовут Инна Билан. Здравствуйте. Двое маленьких детей погибли, провалившись под лед. Случилось это в селе Авила Успенка Матвеева Курганского района. Брат и сестра 6-8 лет вышли на еще тонкий лед искусственного водоема. Тот не выдержал. Очевидцы вытащили девочку из воды, но откачать не смогли. Тело мальчика нашли позже. Следком проводят доследственную проверку. А спасатели в очередной раз просят не оставлять детей без присмотра и не выходить на неокрепший лед. В Ростовской области пока только в Верхнедонском районе лед закрепился толщиной 10 сантиметров, а в остальных местах рисковать пока не стоит. Мужчину с гранатой обезвредил оказавшийся в нужное время и в нужном месте полицейский. Старший сержант Сергей Бережной был в магазине в Таганроге, когда туда вошел пьяный гражданин и стал требовать от продавца вернуть деньги за купленный раньше алкоголь. Получив отказ, ушел, но вернулся не с пустыми руками. Я уже стоял на кассе и в этот момент в магазин зашел неизвестный мне мужчина, который достал из кармана предмет конструктивно схожий с гранатой и стал уезжать за рвать. В магазине находилось большое количество людей, которые могли бы пострадать. Оценил обстановку, я стал сокращать дистанцию, приблизились к нему. Я выхватил указанный предмет, который находился в руках, после чего произвел его задержание. По заключению эксперта, оружием оказалась боевая ручная осколочная граната F1, причем в рабочем состоянии. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под стражей. Наркопритон ликвидировали полицейские в шахтах. 30-летняя местная жительница, ранее судимая за аналогичное преступление, принимала употребляющих в постройке своего домовладения, за что брала дозы для себя. Во время задержания она и трое гостей были под кайфом. При обыске правоохранители нашли шприцы с раствором и другие приспособления для употребления. На них были следы энметилофедрона. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация притонов» или «Систематическое предоставление помещений для употребления наркотических средств». Женщине грозит до 4 лет колонии. Водителю стало плохо на автодороге Ростов-Семикаракорск-Волгодонск и случилась авария. Причем с погибшим. 40-летняя женщина потеряла сознание за рулем, выехала навстречу и ее авто ударило в отечественную легковушку под управлением 41-летнего мужчины. Он скончался до приезда скорой. Пассажир – виновница ДТП в больнице. Легковой автомобиль, ехавший по проспекту с тачки, сгорел в среду утром. В половине девятого его тушили две единицы техники и девять пожарных. На это ушло всего семь минут, но к тому времени машина успела выгореть полностью. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет. Один человек погиб, а четверо пострадали в ДТП на трассе в Азовском районе. На 12-м километре дороги Азов-Ейск 75-летний водитель Ниссана превысил скорость и машину занесло навстречку, где она лоб в лоб столкнулась с Хендаем под управлением 40-летнего мужчины. От травм на месте происшествия скончался пассажир Ниссана, а водители и еще пассажирка Хендая госпитализированы. В водопроводный колодец сквозь асфальт провалился автомобиль. Произошло это утром в четверг в переулке Кунниково в Азове. Напуганную, но невредимую владелицу машины спасатели достали через багажник. От помощи медиков она отказалась. Замглавы городской администрации сообщил, что сотрудники Азовводоканала сразу осмотрели колодец. Однако очевидных причин его обрушения не обнаружили. И для их выяснения коммунальщикам пришлось место происшествия разрыть. 57-летняя женщина погибла на пожаре в Таганроге. Огонь на втором этаже двухэтажного дома на Чехово 98А вспыхнул ночью. Площадь пожара 120 квадратных метров. Тушили его 20 человек с помощью пяти единиц техники. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. 55-летний ростовчанин погиб на пожаре. Причем возгорание в 44-м доме на улице Ильича было на площади всего 1 квадратный метр. По информации МЧС, погибший лежачий инвалид отравился продуктами горения. А причиной пожара стало неосторожное курение. Женщину, не дававшую о себе знать, трое суток нашли и успели вовремя. Дочь из Воронежской области не могла дозвониться матери в Шолоховский район. И 9 января обратилась за помощью. Спасатели Вешенского подразделения областной службы спасения на воде выехали по адресу и нашли хозяйку, лежащую на полу с признаками глубокого угнетения сознания с утратой произвольной деятельности, но с охранностью рефлекторной. Женщину передали медикам. 36-летнего жителя Красносулинского района подозревают в краже металла. На железнодорожной станции Зверево из полувагона грузового поезда он вынес лом черных металлов общей массой 250 килограммов. Погрузил добычу в автомобиль и планировал сдать в пункт приема металлолома. Однако транспортные полицейские пустили всю эту тяжелую работу на смарку и поймали вора с поличным. И хотя сумма ущерба всего 7 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье кража. И подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. И о добре на дорогах. Автоинспекторы заметили стоящий на обочине больший груз и узнали у водителя, что он остановился отдохнуть, а потом не смог выехать. Колеса провалились в снег. И сотрудники ДПС помогли грузовику выбраться, регулируя движение машин. На этом у меня все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok